Добрый день дорогие мои друзья. Вы находитесь на канале Галина Коломейка Кройка и Шитьё. Сегодняшняя наша беседа в рамках такого некоторого курса, что ли можно сказать, для начинающих предпринимателей, для тех кто хотел бы уже масштабировать, монетизировать как-то свою любовь, свое умение шитью, свое увлечение, свое хобби перевести в профессию. То есть разговор о том, как же нужно вести себя руководителю ателье маленького или мастерской какой-то небольшой по отношению к клиентам. То есть, коротко говоря, психология отношений с клиентом. Психология отношений с клиентом это один из важных, самых, может быть, наизважнейших, один из самых наиважнейших аспектов успеха или неуспеха того или другого маленького предприятия. Но что вам хочется здесь сказать? Конечно, мои выводы основаны на моем собственном опыте, на опыте моих знакомых, на каких-то моих отдельных наблюдениях. Поэтому утверждать на сто процентов, что я абсолютно права, я не стану. Я просто рассказываю о том, каким мыслям меня привела та или иная ситуация, а вы уже сами для себя сделайте выбор в том ключе, насколько они для вас важны, насколько вы с ними согласны или нет. Как-то утверждать обратное, спорить, дискутировать на эту тему, целью данной беседы, данной возможностью поделиться с вами собственным опытом нет. Итак, что главное в этом смысле я бы выделила? Главное первое, это прежде всего любовь к тем людям, которые переступают порог нашего маленького предприятия. Да, то есть если к вам пришел человек с просьбой оказать вам ему какую-то услугу, будь то ремонт одежды, будь то какой-то пошив какой-то одежды, да, прежде всего этого человека, как не банально это звучит, нам с вами нужно любить. Любить загодя, любить заранее, любить до того, как он переступил наш порог, потому что только настрой на принятие любого, кто обратится к нам за помощью, каким бы он сложным не был, да, только любовь поможет вам решить этот конфликт, решить эту сложность, если вдруг она окажется в характере этого человека, только принятие и также позиция, что может быть тоже это банально звучит, клиент всегда прав. Потому что когда к нам приходит этот самый клиент, мы должны забыть о своих проблемах, мы должны забыть о своих неприятностях, мы должны встретить его радушно, мы должны ему всегда улыбнуться. Конечно, это тоже банальные вещи, но как часто сегодня в Москве я наблюдаю совершенно обратное. Выходит ко мне, допустим, приемщик какого-то заказа в службе быта, да, и уже заранее у него сдвинуты брови, у него суровое выражение на лице, он заранее считает, что я скажу ему что-то неправильное, я поведу себя как-то неадекватно, и он уже как бы обороняется от меня, пытаясь нападать. То есть известно, что нападение это лучшая защита. И человек приготовился к встрече с чем-то для него неприятным. И это настолько создает сложную ситуацию, настолько создает большую проблему в коммуникациях, в общениях между человеком, между клиентом и тем, кто оказывает этому ту или иную услугу, что хуже этого, я считаю, быть ничего не может. Но хуже этого может быть только само качество, плохое, низкое качество оказываемой вам услуги. Поэтому настройте себя на добро, настройте себя на улыбку. Если к вам постучались, пожалуйста, будьте приветливы, каким бы угрюмым не показался вам человек, который пришел к вам. Потому что ваша задача, ваша цель это растопить сердитость, угрюмость, какой-то недоброжелательный настрой вот этого человека, если он к вам обратился. Потому что люди, которые обращаются к нам, это люди какой-то особой категории для нас именно с вами. Только доброжелательное к ним отношение, только бесконечное желание понять, чего же они от нас хотят, хотя это бывает порой очень трудно, будет помогать вам как-то дальше коммуницировать с ним и к обоюдному удовольствию завершить этот контакт. Ну а теперь давайте поговорим о людях. Так как мы работаем, ну можно сказать, на улице, не у себя дома зачастую, да, то к нам могут приходить самые разные личности. То есть, как я говорила своим девочкам, когда они обижались на наших клиентов, потому что приходили разные люди, я говорила девочки, ведь к нам приходит практически срез нашего общества. То есть, какие люди есть в обществе, такие люди захотят укоротить брючки или пошить юбочку или же делать еще что-то и придут к нам. Понимаете? А люди, особенно сегодня, в нашем обществе самые-самые различные и диаметрально иногда противоположные. Ну что греха таить? Я скажу тоже вещь какую-то, может быть, очень резкую, но в обществе достаточно высок процент скрытых шизофренически просто больных людей, шизофреников. У них та или иная мания присутствует, да, то ли иное, то-то или иная особенность какая-то у них есть в характере. И они порой бывают настолько неадекватны, и ведь они тоже могут попасть в сферу ваших интересов, да, то есть они тоже могут ведь захотеть, они не социальные, не изолированы, они вращаются среди нас. Это скрытое такое течение шизофрении в какой-то, может быть, маловыявленной форме, но оно присутствует. И вы, общаясь с таким человеком, сначала негодуйте, почему человек не понимает самого обычного, почему он так неадекватно реагирует на вашу улыбку, на то, на те слова, которые вы к нему обращаете, понимаете, да только потому, что он болен. И если вы об этом догадываетесь, если вы к этому подготовлены, то столкнувшись с таким человеком и сразу раз, выключатель у вас вот так вот включился. Человек болен. А когда человек болен, вы понимаете, что и тактика общения с этим больным человеком должна быть другой, еще более терпимой, еще более корректной, еще более вежливой. И по возможности расстаньтесь с ним поскорее. Не надо вам принимать заказ у такого человека. Как только ваши подозрения вам в голову закрались при беседе с этим человеком, при первых его каких-то проявлениях таких нестандартных, необычных, неожиданных для вас личностей. Я не буду приводить примеров. Это бывает зачастую настолько ярко, что вы ошарашены, но вам хочется заработать и вам хочется принять заказ у такого человека. Я бы не стала. Вот пару раз было у меня в жизни, когда я это не раскусила. Я этого не заметила. Я приняла заказ у таких вот дам. Да? Но потом я замучилась сама. Замучились мы с девчонками. Замучились мы угождать. Нам надо было сдать в любом случае это изделие, которое один раз это был, по-моему, ремонт. Другой раз это был пошив. Настолько человек не воспринимал никаких. Все сидело на нем хорошо. Понимаете? Но у него в голове, у этой женщины в голове было какое-то свое видение того, что хорошо и что плохо. И это видение она никак не могла. Она просто отвергала наше. И все. И она никак не могла передать нам то, чего она хочет. Ну, в общем, не буду пересказывать подробности. Это было очень сложно. И в конце концов стало очевидно, что у человека просто отсутствует какая-то адекватная оценка реальности. Понимаете? И ничего тут не поделаешь. Ничего не поделаешь. То есть с таким человеком так или иначе ваша выгода заканчивать контакты. То есть заканчивать контакты. Если вы лучше это сделать, пока вы заказ не взяли. А если вы заказ такой взяли, значит, извините, вам придется его заканчивать, чтобы не было отказного, чтобы вы не пострадали материально. И, ну, как говорится, расстались с этим человеком, занеся его в черный список и никогда второй раз не принимая уже у него никакой второй заказ, отказывая под любым предлогом. Иногда даже, ну, честно говоря, надуманным. Такое бывает редко, но оно все-таки бывает. Еще одна категория наших клиентов – это наши близкие друзья, как ни странно, или наши родные люди, самые близкие нам родственники. Может быть, тоже покажется для вас удивительным, но для меня лично самый близкий, самый сложный для меня клиент была моя мама. Уж не зная, чем это было вызвано, я начала шить очень рано, и очень рано я шила всем подряд. Ну, конечно, первые годы это было все бесплатно абсолютно, да? Точно так же я шила что-то своей маме. Она говорит, ну, что ты, Галинка, всем шьешь, мне ничего не шьешь? Я говорю, давай мы тебе сошьем. Я и сама предлагала что-нибудь ей шить, мне хотелось мамочку мою всегда порадовать чем-то. И вот представляете, к моему огорчению, что бы я ей не шила, она всегда находила какие-то минусы. Не знаю, чем уж это было вызвано, но вот тем не менее это так. Другое отношение у меня, например, с дочкой сложилось. Она с удовольствием носила мои вещи, и сейчас она доверяет мне, так сказать, свою одежду, хотя прекрасно может шить сама. Ей это все нравится, и с ней у нас складываются другие отношения. Иногда у меня с самыми близкими подругами, вот была у меня такая очень близкая подруга, уж настолько вот эти близкие нам люди могут сказать все, что угодно. У нас нет барьеров, у нас нет с ними каких-то, ну, не то что пропасти, да, но у нас нет барьеров в нашем взаимоотношении. И мы не выбираем порой слова, когда общаемся с такими людьми. И не выбирая слов, невзначай может вылететь то слово, которое вас, нас ранит. Мы не хотим обидеть этого человека, мы не хотим причинить ему боли. Но так как барьеры с близкими людьми снесены напрочь, слова, как говорится, вы знаете, в обычной жизни они не выбираются. И поэтому, и поэтому шить на заказ, и поэтому общаться клиент и заказчик, вот в таком случае, тем более, если вы делаете это за какие-то деньги, зачастую это деньги небольшие, потому что мы таким людям даем бесконечные скидки, а работать с ними сложнее, чем с обычными людьми. Согласны? И поэтому получается тоже вот такая вот не очень-очень приятная история. Ну, что еще? Какую категорию людей сложных и трудных для нас я хотела бы выделить отдельно. Сложными и трудными для нас являются люди, которые очень не любят себя, которые очень плохо относятся к своей внешности, считают, что они такие нехорошие, что они такие некрасивые, что они такие растакие, и даже если у них все хорошо, но их непринятие самого себя, это тоже психология общения, да, она не может принять и ту вещь, которую вы с ней выполните. Понимаете? То есть она смотрит на себя, но уж настолько критически, и видит недостатки, настолько явно и сильно преувеличивая их, что она даже не замечает, что вот данная платьица аккуратная, темненькая, выполненная, допустим, по всем законам нашим, да, оно показывает ее в лучшем свете, полненькую, допустим, ту же фигурку, оно не показывает никаких ее там выпуклостей в ненужных местах, да, то есть оно достаточно такое компактное, аккуратное, и показана, допустим, вот зона декольте, хотя она там уже и немножко стала не очень, но у полных людей она часто бывает очень такая аккуратненькая, да, и чистенькая, можно это все демонстрировать, но ее-то начинает смущать, и многое чего человек начинает придумывать. Вот тут все ваши усилия должны направлены быть, как психолога прежде всего, на то, что вам надо объяснить, что так часто бывает, когда люди не нравятся сами себе, что надо подчеркнуть, обратить внимание на ее достоинство, на ее достоинство, на красивые глаза, на красивое лицо, на красивые ножки, на красивые руки, и так далее, и так далее, находить что-то, что есть в этом человеке привлекательного, привлечь его внимание туда, и отвлечь его от того, что она вот там вся какая-то не такая. Многие полненькие люди, допустим, используют тонкий трикотаж, не берите шить ничего из тонкого трикотажа на полную фигурку, потому что он будет только подчеркивать, будьте с ней особенно осторожны, никогда не шейте из тонких тканей ничего полной фигурки. Это тоже психология общения, потому что в каком-то шифоне, в каких-то полупрозрачных тканях, в каких-то пестрых ярких тканях с букетиками цветов, она будет только еще больше. К таким фигуркам надо подходить с особой осторожностью и правильно уметь расставлять акценты, о которых я говорю бесконечно, почти в каждой своей теме, когда акцент располагается в хороших местах, и когда вы правильную конструкцию делаете на такую полненькую фигурку, скрадывая таким образом ее полноту, и никогда не обтягиваете ее тело, если оно уже поправилось. То есть вот это тоже очень-очень важно с такой фигуркой. Приведу вам пример один из жизни. Была у меня такая невеста. Красивая девочка. И вот она захотела сшить у нас платье. Платье она настояла, чтобы было, ну, правильно, белое, кружевное там какое-то платье. Но юбка у этого платья была укороченная выше колен вверху и очень длинная внизу. Там прям какой-то шлейф даже был, по-моему, у нас. Не важно. И когда я ее долго отговаривала от такого фасона, потому что это слишком креативный фасон, не всегда, а была она у меня то ли в брюках, то ли там, я не знаю в чем, я не видела ее ног при этом. Это был, по-моему, такой даже зимний какой-то период в жизни, да. То есть она была во всех одеждах и как выглядит у нее нижняя часть туловища, я не видела. Холденькая, стройненькая, с красивой грудкой, там наверху был какой-то у нас, по-моему, корсетик даже такой. Ну и, в общем-то, платье-то было нехорошим. Но вот эта юбка, как мне не хотелось ее шить, вы представить себе не можете. Я как чувствовала, что меня будет какое-то вот потрясение ждать потом впереди. И так оно и случилось. Потому что, когда она даже на первой примерке одела вот эту вот юбку на себя, на фоне белой ткани нижнего полотнища, короткая очень юбка впереди представили, а длинная сзади, да, на ее фоне были такие загорелые, худенькие и очень кривенькие ножки. Вот как она могла себе понравиться. И все. По большому счету, платье было испорчено. Мною. Потому что я пошла у нее на поводу. Я этого не учла. Понимаете? И чтобы она не говорила, что ей не нравятся эти ножки, она просто смотрела на себя в зеркало и чуть не плакала. Она хотела изо всех сил отказаться от этого платья. И в конце концов она это сделала. Но показывала она отнюдь не на ножки. Показывала она, вот, например, корсет, вот здесь как-то не очень прилегает к ней. Я говорю, хорошо, мы сделаем то-то, то-то, сюда добавим выточку, она будет прилегать. Потом она придумала, померили еще раз. Ну, ладно, теперь прилегает. Теперь что? Теперь ей не нравится, что там фон какой-то вот не такой, что надо его поменять, что там делать надо что-то другое. Мы заменили подклад, значит, там. Ну, понимаете, и чтобы, вот, было, по-моему, две или три примерки, пока я, в конце концов, убегая сама от собственных мыслей, не сдалась и не сказала себе, Галя, надо забирать это платье. И лучше заплатить деньги, чем дальше эту пытку терпеть. Потому что время на вот эти все ее капризы, на переделки уходило, а платье она все равно у нас не заберет. Потому что это некрасиво. Она видит вот эти свои кривенькие ножки, загорелые на белом фоне. И мне ей не нравится. Ей не нравится это платье. А поводов для того, чтобы придраться, это, если человек хочет придраться, он всегда определется. К самому лучшему, к самому хорошему. Понимаете? Вот это и есть психология общения. Это было, пожалуй, единственное отказное платье в моей жизни, когда, ну, когда я сама виновата. Не надо было его, мне соглашаться, шить. То есть еще разочек, психология общения. Вы очень внимательно, предельно внимательно, сосредоточенно и собрано должны принимать заказ у клиента. Его расположить к себе. Самой расположиться к нему. Сделать его настолько близким для себя другом, человеком. Обговорить все мелочи, все нюансы. Продумать технологию обработки. Это все делается при приеме заказа. Понимаете? Вот это психология общения. То есть, чтобы потом, в результате работы, вам не приходилось менять фасона, из-за того, что тот или иной узел не выполняется. Перемена фасона для клиента – это всегда стресс. Она никогда этого не приемлет, никогда этого не примет. Ей надо максимально показать будущую вещь и обсудить с ней все детали и все мелочи в том виде, в каком эта вещь будет выполнена. Ну и, конечно, нарисовать технический эскиз, максимально похожий на фигурку этого человека. Если я обычный технический эскиз рисую на обычного человека, это стройненькая девушка у нас, да, то когда человек приходит ко мне полненький, или нижнего типа, или верхнего типа, я ей фигурку рисую такую. Сначала делаю наброски худенькой, потом раздвигаю как бы вот эти наброски и рисую уже форму достаточно такую аппетитную, для того, чтобы у человека не было каких-то иллюзий и на такой аппетитной форме начинаю наносить какие-то детали. Но это отдельная тема, как составить технический эскиз. И, возможно, я сниму когда-нибудь отдельное видео, хотя я уже, по-моему, его снимала. Но, тем не менее, повторение «Мать учения» это тоже будет важно, интересно. Итак, какой же у нас может быть итог? Итог прежде всего такой. Клиента надо полюбить. Клиента, его убеждение, что он какой-то нехороший, надо развенчать. Надо сделать ему много комплиментов. Надо выявить лучшие его стороны. Надо добиться таких отношений, чтобы он вам доверял. Когда клиент доверяет, когда клиент вас уже полюбил, он будет гораздо покладистей, гораздо легче будет с ним договориться. Если даже в процессе изготовления этого заказа пошло что-то не так, вот это его расположение, ваша дружелюбность, ваша доброжелательность, не лицемерие, а искренняя доброжелательность, душевная. Понимаете? Потому что любую фальшь, любой человек послушает. Такая натянутая улыбка, если глаза холодные, если вы тарабаните какие-то заученные вещи перед этим клиентом, который учит нас, маркетологов, продавать все, что угодно, это не прокатит. Понимаете? Только искренность. Искренность, только любовь к жизни, к миру, к людям, к этому конкретному человеку поможет вам сдать ваш заказ. Без сучка и без заторинки. Ну и, конечно, профессионализм. Куда же без него? Поэтому желаю вам успеха. Задавайте свои вопросы. Все у нас с вами впереди. Всегда ваша Галина Коломейко. Автор безлекального метода кроя и канала «Кройка и шитье» и автор множества книг по кройке и шитью. Всего вам доброго. Успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!